Привет, просветители! А вам знакома ситуация? Сидишь себе спокойненько, никого не трогаешь. Ну, практически. Думаешь, что живешь в 21 веке, предполагаешь, что и другие тут же. А потом, бац, узнаешь о канале с почти миллионом подписчиков, на котором выходят ролики из серии «Женщина с татуировкой. Тюремная баба». Не знакома? Сейчас узнаете. В нашей современности все больше людей, как мужчин, так и женщин, делают себе татуировки, наносят на свое тело разнообразные рисунки. Делают они это чисто из стадностайного инстинкта. Точно, других причин, конечно же, нет и быть не может. Мы же все одинаковые. Но татуировка на самом деле это плохо. Это плохо для мужчин, и это вдвойне, втройне плохо для женщин. Потому что женщина с татуировкой сильно уменьшает свои шансы найти себе подходящего, хорошего мужа. А с чего вы взяли, что целью женщины являются поиски хорошего мужа? Есть две причины. Первая из них биологическая. Мы с вами все, абсолютно все, имеем животную основу, которая управляет нашим телом. И без этой животной основы мы с вами просто не выживем. Он управляет нашим дыханием, пищеварением, выделением и так далее, нашими движениями в том числе. Если оратор начинает вещать о природной основе, естественности, не дай бог самцах и самочках, вероятность того, что дальше нас просто захлестнет волна отборнейшего псевдонаучного бреда, опасно приближается к 100%. Ну, может быть в данном случае все будет не так. Это все же познавательное ТВ. Когда мужчина оценивает девушку, то вот эта вот татуировка, она вообще издалека воспринимается просто-напросто каким-то грязным пятном. Замечательно. Соответственно, женщинам и макияж ни в коем случае нельзя использовать. Издалека смоки-айз вполне себе выглядит непонятным пятном. Издалека много что выглядит пятном. Неважно, что там нарисовано, цветочек, там рыбка, птичка, да, но издалека это просто грязное чужеродное пятно на розовой гладкой хорошей коже. Как и макияж, и украшения. Что еще за зеленые веки? Мы не знаем, что это такое. Вот если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А для подсознания это просто пятно, просто грязное чужеродное пятно. Почему оно там появилось на коже? Думает подсознание. Да это скорее всего из-за какой-то болезни. Это какая-то опухоль, это какой-то лишай, это какой-то синяк, это какая-то гангрена. В общем, это что-то, что-то чужеродное, и это явный признак болезни. Так считает подсознание абсолютно любого мужчины. Абсолютно любого. Какие громкие заявления? А выводы эти сделаны на основе каких исследований? Ни-ка-ких. Просто интересно, человек же с такой уверенностью вещает, явно на научные данные опирается, а не просто своими фантазиями про подсознание делится. Хм, а подсознание женщин не воспринимает ли случайно ваши или мои очки как символ некой болезни? Может и очки носить нельзя? Особенно женщинам. Мужа не найдут. Очки это максимально чужеродный объект. Более того, в отличие от тату, это реально символ проблемы со зрением. Да и одежда. Свободу соскам! Или наша животная часть может отличить одежду и очки от тату или макияжа. Удивительные избирательные свойства. Вот гангрену от тату наше подсознание отличить не может, а футболку от непонятного пятна запросто. Ну или просто дело в том, что данный товарищ выступает не против очков с футболками. К тому же... Даже самому смешно стало. Из-за того, что вот эта татуировочная техника сильно продвинулась, там появились разные цвета. И девушки бывают украшают себя там какими-то черными, красными, синими там разноцветными татуировками, что еще хуже, да? То есть это не просто какое-то синее, темно-синее пятно. Это, наверное, еще какой-то перелив, там что-то красное выступает, бордовое, это, наверное, засохшая кровь там или еще что-нибудь. То есть вот. У меня одного ощущения, что мы слушаем бабушку на лавочке. Только бабули обычно не прячутся за науку и подсознание. Там все просто срамота. А тут приходится доказательства выдумывать. Девушки, когда будете делать себе сложный макияж глаз, вспомните эти слова. Ведь именно так будет воспринимать вас подсознание абсолютно любого мужчины. Абсолютно. Соответственно, думает наше животное подсознание. Думает наше подсознание. Что зачем с такой девушкой как-то вступать в пары, в отношения? Потомства от нее, скорее всего, не будет, либо она будет больное, либо она умрет, пока это потомство будет вынашивать. Вот зачем мне такая больная самка? Не дай бог самцах и самочках. Подсознание оценивает вот эту вот девушку уже, что она больная, что тело ее с изъяном и больное. Вот. Да, такова правда. Правда? Окей. Только чья? Ваша? Вообще, мне всегда безумно нравится, когда противники чего бы то ни было хватаются за один какой-то факт, точнее, факт, и абсолютно игнорируют явления такого же порядка, которые сюда просто напрашиваются. Тут у подсознания оказывается пунктик именно на тату. Всякое бывает. А помните наших любимых сторонников хитринь, берегинь, мозгинь? И сами знаете, какого объединения детского садика дебилек. Вот недавно у них пост вышел. Большинство разведенных говорит, бил, пил, изменял, но они никогда не говорят, что стояло за тем, что мужчина начал пить, бить ее и уходить к другой. На вопросы, зачем ты тогда его выбрала, они отвечают, поначалу он был нормальным. Тогда задай себе вопрос, что ты сделала с нормальным мужчиной, что он начал употреблять алкоголь или искать тебе замену. Может, дело в тебе, но ни одна женщина этого не признает. Видите, как оказывается, бывает. Но при этом те же самые люди в другом посте утверждают, что женщины, те самые мозгини и хитриньи, вполне могут притворяться берегинями, включая демоверсию покладистой и скромной берегине. Никакого противоречия не наблюдаете? Муж начал бить и пить, довела хорошего человека злобная баба. Жена проявила не те качества. Наверное, партнер милую девочку в монстра превратил. Не, изначально такое было. Просто притворялась. И ведь люди с подобной логикой, точнее с ее отсутствием, реально в информационное пространство выходят. Вторая причина, почему не надо себе наносить татуировки. Вообще, если разобраться с изначальной причиной татуировок, а почему, собственно говоря, начали делать? Татуировки изначально делали в тюрьме. Их делали заключенным. Ммм, вот оказывается как. И тату на египетских мумиях. Ну да, ну да, пошли мы нафиг. Алтайские народы, жители Полинезии. Ну, сплошные зэки. Таких людей метили. Для того, чтобы он, если он сбежит, он куда-нибудь убежит, убежит куда-нибудь в дальнее поселение, где его никто не знает, и будет, как бы сойдет там за честного человека. Но он уже совершил преступление. Поэтому, чтобы он не сбежал, его метили татуировкой. Или ее. Очень странная позиция. То мы про животную часть человека распинаемся. Подсознание изучаем. А потом, вместо того, чтобы рассмотреть отношения к татуировкам древних народов и не самых развитых племен, уж они-то явно ближе к биологии естественности. Перепрыгиваем аж через тысячелетия. Тут уж либо исторический культурный контекст, либо естественный. Да, в этом ролике будет очень много кавычек. А то как-то странно получается. Среди военных тоже вот этот культ татуировок, он немножко есть. И вообще, смотрите, само слово воинская повинность. Это тоже вина, да? То есть, как бы в армию раньше, раньше же служили-то много, 25 лет тоже, это немало. Это фактически вся жизнь. То есть в армию человек мог попасть не просто по распределению, а тоже из-за того, что он накосячил, он был виноват, и его отправили отбывать в воинскую повинность. Ну, а чтобы все знали, что он отбывает именно в воинскую повинность, да, что он виноват, ему тоже выбивали татуировочку. Правда здорово объяснять связь татуировок и отсутствие свободы русским словом повинность. Так и вижу, как воины до Колумбовской Америки наносили на свое тело узоры, потому что повинность. Это же тоже вина. Но все равно все идет исторически от обозначения того, что у человека нет свободы. Угу, и первые японские императоры. Именно так все и было. Слава богу, в комментариях нашлась пара человек, обратившая внимание на ограниченность исторической справки. Ответ познавательного ТВ порадовал. Они наши предки? Среди моих точно нет аборигенов и записываемых вами далеких островов. Так вы же сами только что про подсознание абсолютно всех мужчин вещали. Причем здесь особенности истории российских татуировок. Тот момент, когда не можешь до конца решить то ли тебе красивым, то ли к умным. То ли ты специалист по животному началу, то ли историк государства российского. А вот дело в том, что вот эта вот генетическая память, она у людей остается. Ааа, генетическая память. Тогда понятно, почему мы исключительно про российских заключенных говорили. Просто память генетическая. Вы думаете, почему к некоторым девушкам парни на улице пристают? Правильно, платка нет. Наша русская генетическая память говорит нам о том, что такая женщина опростоволосилась. Или генетическая память только на татуировки влияет. Вот эта память, она все-таки есть, она в нас сохраняется. И когда мужчина видит татуированную женщину, в нем помимо того, как я объяснял, вот это вот тело, животное снова начинает работать, что она нездорова. И вторая причина, ага, у нее татуировка. Это уже как бы уровнем выше воспринимается. Значит, она преступница, значит, она лишенная свободы воли, значит, она что-то где-то сделала плохо. Ее этой волей лишили, лишили, и за это на нее нанесли татуировку. Да, тут уж точно уровнем выше. Как вы думаете, уважаемые девушки, вот вы сильно повышаете свои шансы в глазах мужчин, нанося на свое тело татуировки, да вы сильно понижаете эти шансы. Если для вашей половины принципиален вопрос татуировок, цвета волос, наличие макияжа, другие внешние характеристики, внимание, у человека не просто есть некие предпочтения, это вполне нормально, они есть практически у каждого, а вот прям четкая позиция. В комментариях под этим роликом просто толпа таких убежденных отметилась. Велика вероятность, что когда ваша внешность изменится, а она изменится, возраст, болезни, несчастный случай, этот самый хороший муж решит обратить внимание на девушек без этого недостатка. У меня татуировка, я вышла замуж, все хорошо, все замечательно, как бы мы живем, мы не обращаем внимания на татуировки друг друга, и у нас все хорошо, да отлично, пусть будет так, все хорошо. Но по моим наблюдениям... О, Господи, по моим наблюдениям, вот это, конечно, доказательство. Татуировки себе сами добровольно делают, как бы, ну, люди из низших слоев общества. То есть, чем выше человек стоит в обществе, да, тем меньше у него татуировок или вообще нет. То есть, вот татуировки, это вот самый низ. Давайте признаем, стереотипы относительно татуировок, конечно, существуют. Вот живой пример. И логично, что если вы планируете активно взаимодействовать с социумом, к примеру, стать политиком, татуировка на все лицо вряд ли вам в этом поможет. Но если у вас рисунок не на самом видном месте, или ваша деятельность не связана с заигрыванием с консервативно настроенной частью общества, вывод, есть тату, ты из низшего слоя, смотрится максимально странно. Никто не хочет наносить на свое тело знак того, что он лишен свободы воли. По-моему, все же ваше подсознание пытается подать голод через эти нервные смешки. Вот, и у многих людей, кстати, у многих мужчин, это даже идет, как бы, тоже генетически, да, ну, вот эта родовая память. А Андрей Петров красится, потому что ему родовая память говорит, что высшие слои общества красились и носили каблуки. Родовая память! Конечно, то, что вы там вышли замуж за татуированного мужчину, и вы живете вместе, отлично, вы прекрасная пара, да? Но ваши шансы, если у вас есть татуировка на теле, ваши шансы найти себе там, ну, более лучшего мужчину? Да, более лучшего действительно не найти. То есть, представляете, как вот вы знакомитесь с мужчиной, ему вроде вас-то все нравится, там, фигура, рост, там, цвет волос, цвет глаз, как вы говорите, ваше обращение, там, ваше поведение. Обратите внимание на порядок того, что может понравиться мужчине в женщине. Ну, вот татуировка, вот, вот, ну, вот, вот, не может, вот просто татуировка, это его будет все время выводить из себя, она все время будет вот этим вот пятном. А если женщину ваши очки будут выводить из себя? Или вообще факт того, что вы на модель не особо тянете? С мужчиной вроде как сблизились, он, может, даже и не знал, что у вас на теле татуировочка, но вы пошли куда-нибудь в баню, на пляж, там, ну, в общем, где-то, да, вы так себя слегка обнажили, и он увидел татуировку, и все, Маша, прощай. Ну и отлично, по-моему, тут радоваться надо. Это как раз из той серии, когда женщина не приемлет, к примеру, очки на мужчине. Ну и топайте отсюда, ты без очков, а ты без татуировок. Татуировка будет все время раздражать, она все время будет его подсознание напоминать, что вы какая-то больная женщина с изъяном тела, представляете, у вас на крестце вон там вот какое-то черное пятно, это же основа позвоночника, да, а у вас там какая-то гангрена, вообще ужас. Как хорошо, что в реальном мире, а не в мани-мерке познавательного ТВ, мы создаем семьи, в том числе и с людьми с ограниченными возможностями. Тут порой даже подсознанию ничего говорить не надо. Очевидно, что у человека есть проблемы со здоровьем. Но одно дело отсутствие ноги, а другое татуировка. Вот реально, если вся эта телега с мужским подсознанием правдива, то у женщины-инвалида вообще никаких шансов нет найти партнера. Можно сразу же отправляться, сами знаете куда. А засада-то в том, что это на всю жизнь татуировки не свести уже с тела, да, если даже это как-то дорого, муторно, сложно, и все равно там след-то остается. Но по такой логике, если женщина в детстве получила шрам, родителям можно прям сразу же ее на мусорку отправлять. След-то останется. Или генетической памяти подсознанию важно, от чего конкретно след остался. Поэтому вы один раз наглупили, просто с подружками по-тупому пошли из стадного чувства, сделали себе, набили эту татуировку, но в итоге потеряли уже в будущем ряд каких-то, ну, хороших, возможных женихов. Кто-то по глупости делает татуировки, такое, конечно, бывает. А кто-то на многотысячную аудиторию демонстрирует ограниченные собственных знаний. У всех свои недостатки. Так что, уважаемые зрители и зрительницы, прежде чем совершать какие-то поступки в своей жизни, которые будут навсегда и надолго, лучше зайдите сначала на познавательное ТВ и выясните все по данному вопросу. Или просто подойдите к бабушке у подъезда. Эффект будет тот же. Хотя, знаете, нет. Бабушка может умной оказаться. Какой можно сделать вывод? Существует огромная разница. Мне не нравятся татуировки, потому что... И дальше личное восприятие. Или рассказ о том, что в некоторых жизненных ситуациях тату может стать преградой. А представьте себе, может. И совсем другое, нести ничем не подтвержденную информацию о подсознании. Только британских ученых не хватает. Может сложиться впечатление, что я фанат татуировок. Но нет, я к ним абсолютно спокойно отношусь. У меня их нет и пока не планируется. Мне они в принципе не особо нравятся. Здесь все как с нецензурной лексикой. Согласитесь, меня сложно назвать главным матершинником Ютуба. И крепкое выражение через каждое слово меня не особо впечатляет. Но и россказни, от мата разрушаются гены, ничем не лучше. А по факту даже хуже. Да, мне что-то может не нравиться. Но борьба с помощью псевдонаучного бреда... Спасибо не надо. Как-нибудь своими силами обойдемся. Да и все же, мое или ваше мнение и абсолютная истина... Это все же разные вещи. Я очень надеюсь, что вы это понимаете. Вы же не познавательное ТВ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok